Да, название видео очень похоже на кликбейт, но чтобы вы не сомневались, вот. А сейчас я расскажу как это сделать. Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, и это прям супер срочное включение. Сейчас 3 часа ночи, я очень сонный, поэтому язык будет заплетаться, не обращайте внимания. Сегодня я расскажу и покажу вам как попасть в секретную пещеру на карте Викенде, в ту самую, где находится склад аирдропов. А также, чтобы видео вышло не на 2 минуты, мы с вами посмотрим обновление на тестовом сервере, где вышел новый ночной режим с северным сиянием, новое оружие ПП Бизон, новый снегоход, гоночный и быстрый, и возможность добавлять сразу 2 прицела. Так что будет жирный хороший видос, нестите покушать или чаек наливайте, присаживайтесь поудобнее, можете также лайк поставить, но мы с вами начинаем, сразу же после небольшой рекламы. Знаешь какая штука самая огромная и брутальная? Конечно же корабль. Медвый носом вверх с Эйфелеву башню. Богатырей у дядьки Черномора меньше, чем стволов на Авроре. На крейсере Москва может уместить полторы тысячи своих друзей, и даже тещу, при этом ни разу не встретившую за целый год. Ты представляешь какая мощь тебя ждет? А по ссылке в описании новичков ждет премиальный крейсер Албани и 2 миллиона серебра. Итак, начнем мы с пещеры, именно как туда попасть. Я вам эту пещеру уже показывал в выпуске, что будет если, и тогда она была полностью закрыта. Я в нее и стрелял, и въезжал, и кидал гранаты разные, но результаты это не давало. Сейчас же разработчики полностью переделали, добавили секретный вход, который можно разрушить, и добавили просто шикарную нычку, по сравнению с которой Сосновка, разные бункеры на Мирамаре просто вот идут нафиг. Потому что в этом туннеле, кроме обычного лута, лежит еще целых 2 аэрдропа. 2 прямо вот полноценных ящика, которые можно залутать. Попасть в данную пещеру можно двумя способами. Первый это взорвать ее гранатой, а второй более простой, протравить ее машиной, снегоходом, мотоциклом, в общем любым транспортом. Что я в принципе и сделал, и вот что получилось. Как видим разработчики добавили классную анимацию разрушения скалы, и даже про звуки не забыли. За то, что так заморочились прям респектом, получилось реально классно. Сразу после разрушения камней нас встречает туннель. Тут уже есть лут, но это не самое интересное. Самое интересное находится в центре этой системы туннелей. И да, именно системы, а не одного туннеля. Всего здесь 3 входа, ну и в принципе выхода. Вот первый, в принципе основной, вот второй вход, а вот третий вход. Все они легко ломаются, разрушаются, прям заходи и лутайся. Но все-таки переходим к центру. Тут прямо такое огромное здоровенное помещение, доверху забитое аэрдропами. И честно говоря напоминает тайну мастерскую Санда, только вместо подарков здоровенные аэрдропы. Они стоят огромными рядами, лежат на боку, на крыше, в общем все разобранные, какие-то непонятные. Но правда, когда я разобрался, оказалось и всей этой кучей аэрдропов настоящие только 2. То есть те, которых именно можно залутать. Остальные же это просто декорация, муляж, называйте как хотите. Но сам факт, что это такая знаковая локация, это очень круто. Видимо разработчики намекают, что именно тут делаются аэрдропы. А уже потом их разводят по картам. В общем получается какая-то странная теория заговора. Что ж, в принципе по пещере это все. Главное запомнить, что здесь 3 входа и всего 2 аэрдропа внутри. Но также, ребят, будьте осторожны, это место очень, вот прям не то слово, безумно просто популярно. Сейчас на тестовом серваке сюда летят человек 10 каждую катку. Поэтому нормально залезть в пещеру, залутаться, осмотреться получится не сразу, имейте ввиду. Но советую здесь всем побывать, когда карта выйдет на основные сервера. Что ж, ну а сейчас очень быстро небольшой, но интересный обзор обновления. Во-первых, наконец-то добавили ночной режим, и я просто похлопаю. Реализовано все максимально классно, максимально красиво. Вот просто вам пару кадров, посмотрите. Ну не прекрасно ли? Насчет видимости на карте не переживайте, за счет снега и северного сияния все прекрасно видно. Конечно, да, не так как днем, но все-таки видимость очень хорошая. Но конечно же все внимание приковывает само небо, оно очень динамичное, красивое, на нем куча звезд, даже падающие звезды есть. Прям круто, вот очень круто. И давайте проведем парочку экспериментов. Появляются ли вспышки света вокруг во время стрельбы или же нет? Давайте это проверим. И как видим, нет, никого света нет. Хотя по идее должен быть, ведь на карте темно, но да ладно. Второй эксперимент это молотов. Что будет если кинуть его в ночном режиме? Давайте это проверим. Как видим, появляется свет, блики, прям все как надо. Так что это разработчики учли, молодцы. Из минусов ночного режима это то, что не видно аэрдро. Вот он вроде бы летит, но мы его почти не видим. Так что надо бы как-то его пометить. Добавить разные светящиеся штуки или типа того. Также был добавлен новый транспорт, снегомотоход или же снежный мотоцикл. Он имеет такой красивый спортивный окрас, здоровенную гусеницу и одну лыжню. Разгоняется этот парнишка так же хорошо, как и выглядит. В среднем он на плюс-минус 40 км в час быстрее, чем обычный снегоход. Также он намного приятнее звучит и у него чуть меньше маневренность, чем у обычного снегохода. И в принципе по снегоходу это все. Также было добавлено новое оружие, ПП Бизон. И у него в магазине целых 53 патрона, это вот очень круто. Вот более подробная информация, если интересно, то поставьте на паузу и почитайте. А вот так вот стреляет сам Бизон и такая вот у него отдача. В целом это обычный полуавтомат и ничего специфичного в нем нет. Не знаю как это называется, но теперь можно вешать два прицела сразу. Для дальнего и для ближнего боя, а потом сразу же их менять. Стреляешь такой с x4, а потом оп наклонил и у тебя уже обычный коллиматор. В общем штука очень крутая. Ну а теперь последнее и самое главное. Обновили анимацию падения, теперь она вот такая вот забавная. Что же, на этом все друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я заранее извиняюсь, если я заплетался, запинался и так далее. Сейчас глубокая ночь и думаю, что это простительно. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам ночное обновление, как вам эта секретная пещера и вообще все эти штуки. Личная восторгия мне очень понравилась, а как вам, напишите в комментариях. Я почитаю, полайкаю и в общем давайте, жду вас. Ну а также, разумеется, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Подписка и колокольчик это самое важное. Ну а с вами был я, Илья, А.К.Сеникс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.